Приветствую вас. Знаете, я начну, пожалуй, не со ответа на ваш вопрос, хотя и на него отвечу тоже. Я отвечу, я хотел бы сказать сперва по поводу того, как вы представляете психологов, психологов на сайте, психологов где-то, вот, собственно, в своей иерархии какой-то. Вот, когда я читал, ты очень так рисанул по глазам, да, то, что вы написали. Вот вы говорите, собирается обратиться к психологу. То есть я так понимаю, что собирается пойти к психологу. Я не говорю вопрос, а кто мы тогда? Вы пишите, получится это сделать только через неделю. То есть через неделю вы обратитесь к психологу, а... Сплатно. А? А мы кто тогда? А мы работаем тогда как? То есть вот, мы бесплатно вам отвечаем. То есть мы хуже или как? То есть мне вот эта вот позиция, она не совсем явная. Да. То есть вы уже сейчас, Светлана, обращайтесь к психологу, и... Вы можете это сделать прямо здесь на сайте, да, к примеру. Вот это вот такая позиция странная. Ну вот. Дальше. Вы пишите из нас, что он попал в тюрьму, шло судебное разбирательство, и мы насильно прописали статью. Ээээ... Слушайте, ну, я не знаю, на самом деле, как можно человеку насильно прописать статью, то все тоже попахивает каким-то таким, знаете, либо обманом, либо с его стороны истерикой какой-то, потому что, ну, знаете, нельзя человеку насильно прописать тяжелую статью. Вот, нельзя. Если у него были, если у него экономического характера проблемы, да, экономического характера, то у нас не так жестко экономические проблемы оказываются, как, например, в тех же штатах, да. Вот. Там очень сильно в России все же не так. Вот. И как ему могли прописать тяжелую статью, то есть я думаю, что вам это нужно разбираться, я думаю, что вам нужно все-таки подтвердить это для себя. А у меня такое ощущение, что вы достаточно серьезную такую информацию, да, вас восприняли, как-то вот, ну, чисто на веру. Как бы, вот. Понимаете, какая штука. И вот, собственно, мне думается, и представляется, и видится, что для начала вам надо бы подтвердить, значит, то, что говорит мужчина, что это, ну, что это правда там, вникнуть во все какие-то, ну, детали, да, вникнуть во все какие-то моменты, да, да, вникнуть во все тонкости, чтобы, ну, хорошо себе представлять, что происходит. У вас же, у вас же, у вас же, ситуация получил, получается, какая? то, что вы услышали, что вам сказал мужчина, значит, сразу, сразу почему-то поверили ему, вот, сразу поверили ему. И с вами случилась истерика. То есть, истерика – это ваша реакция собственная. То есть, это говорит либо о чересчур сильной, возможно, возможно, нездоровой связи с мужчиной, вот, эмоциональной связи с мужчиной, вот, либо с тем, что вы, эм, ну, для себя можете что-то потерять вместе вот с его, ну, с его, с его, например, эм, приговором, там, и так далее. Это тоже, то, что нужно разбирать, потому что, на мой взгляд, вот, такая история – когда вы впадаете в истерику, мне кажется это, в общем, в общем. Ну, я бы сказал, что это, ну, неприемлемо, неприемлемо, неприемлемо реагировать так, вот я бы, наверное, я бы, наверное, я бы, наверное, так, сказал бы, вот, вам. То есть, здесь нужно именно рассматривать, чем вызвана истерика, то есть, понятно, что озноб, который вы испытывали, ну, именно озноб, это, в общем-то, психосоматика. Вот, это понятно, что это психосоматическая реакция здесь, но чем она вызвана, психосоматика? Какие у вас процессы происходили, произошли, да, что вы вот так отреагировали, так сильно отреагировали? Ну, мне кажется, это нужно как минимум поисследовать, да, и прийти тогда вообще к выводу о том, что именно за этим скрывается, да, вот, что именно скрывается за вашей истерикой, но, как правило, это в основе истерики лишит болезненная такая потребность во внимании, как правило. И, как правило, же, подобная проблема идет из детства, вот, то есть, еще от родителей, ну, из родительской семьи, вот. Что еще могу отметить, это стыд, который вы испытываете, то есть, вы говорите, что я не могу пока никому сказать, то есть, это вот, на мой взгляд, стыд у вас. То есть, вы стыдитесь, значит, своего человека, ну, своего, значит, своего молодого человека. Вот, это, в общем, нужно тоже исследовать, почему у вас стыд, стыд, ваш ник вообще, да, то есть, почему вы стыдитесь, чего вы стыдитесь. Потому что здесь противоречие, и, вот, понимаете, какая история. То есть, вот, от этих аспектов вам нужно опталкиваться, от этих аспектов нужно опталкиваться, и тогда, собственно, и будет понятно, как вам себе помочь. Вот. Вы пишите, как помочь себе, а, значит, так, сестра пытается найти способ ему помочь. Ну, вот это вообще такая подавлительная история, что значит найти способ помочь, 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 а, в чём? Ну, достаточно здоровочно, к этой помощи подходите, вот, потому что, ну, потому что, всё-таки, 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 всё-таки. Человек, у которого есть проблемы с законом, да, он может, ну, он может, может обмануть, вот. Что, соответственно, ну, мне бы не хотелось, чтобы вас обманули. Так. Поэтому относитесь, относитесь, пожалуйста, к этому стороне. Ну, нужно доказать того, что это действительно так. Ну, вот. Вот и всё. Истерика может свидетельствовать о том, что у вас, как бы, нет своего, вам, такого жизненного пути, пути, да, то есть, что вы, ну, привязаны, как, в общем, грубо говоря, к человеку, вот, это тоже, ну, может быть, тоже причина. Вот, так что, здесь, ну, на мой взгляд, нужно исследовать, вот. Вот. Вот, в принципе, в принципе, вот. Такая вот, всё-таки. Такого надо. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Продолжение следует...